Кругом дикая оригинальная природа, киргизы, китайцы И тут же русская деревня, русский говор, русская песня, русский хоровод Но не ограничились этой гранью русские селения Нет-нет, да и начнется попытка отыскать заветное беловодье В мае 1878 года Николай Ядринцев начинает свою первую экспедицию на Алтай от Русского географического общества Она продлилась до августа Итогом стало первое комплексное описание не только географии региона, но и быта алтайских колонистов А спустя 16 лет, в конце мая 1894-го, Ядринцев снова прибыл в Барнаул Он грезил о новых экспедициях, увы, научным планам не удалось сбыться В начале июня Ядринцев покончил с собой из-за неразделенной любви Был похоронен на Нагорном кладбище Его могила одна из немногих, сохранившихся там после постройки ВДНХ Сегодня имя Ядринцева носит один из барнаульских переулков В мае 1984 года в центре Барнаула открылась кафе-сказка Два этажа неподдельного счастья для юных барнаульцев и их родителей Большой ассортимент мороженого, коктейли, соки Мебель и декоративное панно внутри были выполнены на темы русских народных сказок Для неизбалованного советского клиента на грани фантастики Увы, кафе исчезло почти вместе с Советским Союзом Оно сгорело в начале 90-х Май – особый месяц в истории альпинизма Именно тогда лучшие высотники идут на штурм высочайшей горы мира – Эвереста Это время достижений и время трагедии В мае 1997 года трое барнаульцев – Иван Плотников, Александр Торощин, Николай Шевченко Погибли во время подъема на вершину мира При этом Плотников и Шевченко смогли побывать на вершине Но, скорее всего, устали и замерзли на спуске Лишь один участник команды, Владимир Тумялис, остался в живых Почувствуя себя плохо, он отказался от восхождения Трагедия на долгие годы оставила без лидеров альпинистское сообщество Алтайского края Лишь в последние годы усилиями молодежи Слава Алтайской альпинистской школы снова возрождается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова